Хороший купец не выкладывает весь товар сразу, а вот хороший боец сразу демонстрирует нокаутирующие удары. Но в мире ММА были и есть такие монстры, которым готовы были сдаться еще до боя. Приветствую вас мощнотелые одуванчики, с вами Федорович, а в этом видео мы вспомним бойцов, которых боялись все. Конечно, у каждого есть свои любимчики, поэтому можете добавить своих фаворитов в комментах. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, переходите по ссылке в описании. Мало найти свое место в жизни, надо найти его первым. А Кевин Рэндалман точно нашел свое одним из первых. Невероятно талантливый и одаренный боец, который ужасал всех, за что и получил прозвище Монстер. Одного взгляда на Кевина было достаточно, чтобы сходить под себя. 100 кило отборной мышечной конины, которой Рэндалман пользовался великолепно, обладая кроме внешнего вида взрывной силой удара, отличной скоростью и выносливостью, ну и, конечно же, первоклассными навыками борьбы. Кевин встречался с многими топовыми бойцами своего времени. Всего он провел 33 боя, из которых 17 выиграл. Война выгодна бездарным, а талантливым всегда выгоднее мир. А если ты женщина, которая пугает не только своей внешностью, но и силой, тогда тебе точно будут выгодны поединки, прямо как Кристиня Венан Сиу, или, как мы все ее знаем, Крис Сайбург. Это настоящее бестие в мире ММА, которая обладала чемпионским поясом Strikeforce и UFC, а сейчас является чемпионкой Беллатор. У нее очень агрессивная манера боя, из-за чего ее боятся не только дамы, но и мужики. Она имеет на счету 11 побед в первом раунде и всегда устраивает очень зрелищные бои. Крис провела 25 поединков, в которых одержала 22 победы. Даже хорошие пловцы тонут в реке, а отличные бойцы нередко попадаются на стероидах. Во времена, когда UFC еще не имела жесткого контроля по использованию запрещенных препаратов, в клетку и на ринг выходило множество здоровенных качков, которые устраивали настоящее шоу бизонов. Одним из таких ярких и незабываемых красавцев качков бойцов был Алистер Оверин. Он выглядел, как настоящий мистер Олимпия, чем нагонял жути на всех своих соперников. Но в отличие от остальных бройлеров наподобие Боба Сапа, Алистер был реально мастеровитым бойцом, у которого была отличная карьера в K-1. Его бои, как в кикбоксинге, так и в ММА, всегда были динамичными и зрелищными. Но с приходом допинг-контроля он слегка сдулся во всех планах. Оверин провел по ММА 67 боев и одержал в них 46 побед. Добро всегда побеждает зло. Значит, кто победил, тот и добрый. Так же у бойцов. Кто победил, тот и лучший. Но есть бойцы, которых считают лучшими, независимо от побед и поражений. Робби Лоулер именно из таких. Робби является бывшим чемпионом UFC и всегда демонстрировал феноменальные бои. Наверное, его основной фишкой можно назвать феноменальную выносливость. Мужик выходил на пятый раунд, казалось бы, таким же свежим, как и на первый. Но при этом он еще имеет отличные навыки ударки и борьбы. Никто из его соперников не выходил из клетки после боя без повреждений. Все были разукрашены, как новогодняя елка в красно-синих гирляндах. За что Лоулер получил прозвище «Беспощадный». Кстати, многие бойцы, которые были на пике, после поединка с Робби резко шли на спад. И на их мечтах о чемпионских поясах ставили крест. Поэтому Лоулера боялись все и искали причин, чтобы не заходить с ним в одну клетку. Робби провел 45 боев, в которых одержал 29 побед. То, что у пьяной женщины на уме. У пьяного мужика никогда не получится. А вот то, что на уме у хорошего бойца перед боем, всегда должно получаться в клетке. Топовый боец среднего веса, который к тому же считается самым возрастным бойцом в UFC, Йоэль Ромеро. Но 44 года совсем не мешают Йоэлю нагонять страх на весь дивизион и считать себя лютым дедушкой, который может похоронить молодняк в клетке, так и недавно сладиться бойцовской жизнью. Ромеро отличный боец, который обладает не только всеми нужными качествами чемпиона, но и функциональным телом. Йоэль встречался со всеми топами среднего веса, которые согласились выйти на бой и практически всех их уничтожил. Ромеро одержал 13 побед из 19 боев. Субтитры создавал DimaTorzok Хорошее лекарство, горькое на вкус, а хороший боец на вид не красавец. Прямо как Вандерлей Сильва, которого тяжело назвать прекрасным принцем, но вот убийцей принцев и прекрасных проспектов вполне возможно. Вандерлей всегда демонстрировал брутальные жестокие бои, за что его и любит публика, но боятся соперники. Мало того, иногда ему было достаточно просто битвы взглядов, чтобы у соперника уже тряслись коленки. Феноменальная взрывная мощь, отличные комбинации, хорошая техника и физуха – это все, что делало из бразильца машину для выбивания зубов. Во времена Прайда Сильва заполучил славу убийце и совсем не понапрасну, ведь он встречался с лучшими и многих из них отправил к Морфею. Вандерлей провел 51 поединок, из которых забрал 35 побед. Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей. А вот мощь Мирка Филипповича преувеличить тяжело. Его легендарная битва взглядов с Вандерлей Сильвой осталась в памяти у многих фановолкскульного ММА. Но Крокоп, конечно же, запомнил совсем не только своим взглядом и хладнокровием, а прежде всего своим левым киком, которым было переломано множество ребер, но еще больше бойцов отправлено к травматологу с черепно-мозговой травмой. Мощь, скорость, техника – это все было у Крокопа, который выступал на высочайшем уровне до 45 лет, радуя глаз зрителей и загоняя в ужас соперников. Мирка отмаслал 52 боя, с которых одержал 38 побед. Субтитры создавал DimaTorzok Только русский человек сначала делает, а потом думает, как бы расхлебать то, что наделал. А вот камерунский самородок Фрэнсис Дгану вообще не думает, он просто убивает соперников в ринге. Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, которого реально боится каждый боец, а все благодаря невероятной силе удара, которой его наградил сам бог войны. Фрэнсис начал заниматься боксом только в 22 года, а в 26 переехал в Париж, где был бездомным и бесплатно начал заниматься ММА. Все корявости техники Нганусли Хвой перекрывает своей феноменальной силой и талантом. Из 17 побед 12 он одержал досрочно, сражаясь с лучшими в своем весе. Всего Фрэнсис провел 20 поединков, из которых выиграл 17. Хорош ли лук зависит от натягивающей его руки, а хорош ли боец зависит от того, сколько сил, крови и пота он оставил в зале. Ну а Тони Фергюсон точно пролил на тренировках литры всего, чего только можно было. Бывший чемпион UFC, которого боялись все топы, ведь каждый соперник после боя с Тони имел ужасающий вид и задумывался о том, что лучше попасть под машину на полном ходу, чем под локти Эль Кукуя. Фергюсон обладает феноменальной техникой ударов и отличной борьбой, что делает его универсальным и беспощадным бойцом. Благодаря чему он несколько раз становился обладателем боя года, боя вечера, нокаута вечера, приема вечера. И таких премий в коллекции американца немало. Каждый бой Тони всегда превращался в кровавое месиво, чему были очень рады зрители и совсем не рады соперники. На счету Фергюсона 32 боя, в которых он одержал 26 побед. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, кого бы вы добавили в этот список. А если вы хотите смотреть мои видео на украинском языке, подписывайтесь на второй канал по ссылке в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Как бы ни отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба, хоба, хоба. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok